Всем привет! Вы на канале польза. Меня зовут Саня и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вы увидите топ-10 смартфонов дороже трех с половиной сотен долларов. Почему сегодня? Потому что низкий курс. Почему топ-10? Потому что в принципе выбрать будет из чего и это практически все флагманы. Напоминаю, что на данный момент на Kiwi курс около 63 рублей. Это значит, что OnePlus 10 Pro вы можете купить за 38 тысяч. Это значит, что Mi 12 Pro Xiaomi вы можете купить за 50 с копейками. И таких вариантов просто море. Что будет завтра неизвестно. Вход на этот топ ведется на смартфон iPhone 13 Pro Max. Максимум 1080p 60fps. Вот сейчас вы видите. Разумеется, он может снимать в 4K. Его в топе не будет. Из интересного. Смартфонов за прошлый год на руках у меня было больше сотни. Из основных, разумеется, фавориты, это то, с чем я ходил. Это OnePlus 10 Pro, iPhone 13 Pro Max. И сейчас я еще с Poco F3 хожу и себя мучаю его датчиком приближения. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи. 13 с половиной тысяч человек. И телеграм-канал скидок 51 тысячи человек. Плюс я там делаю эксклюзивные ролики-обзоры. Допустим, на Vivo X70 Pro Plus на основном канале я не выгружал обзор, выкинул его в телегу. Кому интересно, пишем, ставим реакции. Пишем в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. И, возможно, мы хотите еще топ-10 смартфонов до двух сотен, до трех сотен долларов. Если интересно, как покупать через Киеве и все еще оплата работает, также смотрим телеграм-канал по ссылке в описании. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза на это, еще раз с вами Саня. И сегодня я хочу вам представить мой топ-10 смартфонов первой половины 2022 года. Мировые проблемы в виде дефицита полупроводников, закрывающихся вследствие эпидемий заводов и других трудностей, вынуждают производителей выпускать на рынке иногда сырые продукты, которые толком не протестированы. Имеют недостатки прямо на старте продаж, вспоминаем запотевающие модули основных камер у Xiaomi, или даунгрейды самих модулей камер. Что поделать, сами производители загоняют себя в рамки ежегодного выпуска флагманских смартфонов. Несмотря на то, что технологии не шагают настолько быстро, чтобы люди стремились за каждой новой представленной моделью. Да, и события последних месяцев увеличили инфляцию на рынках многих стран. И большинство пользователей еще более тщательно подходят к выбору смартфона, стараясь не прогадать и не выкинуть деньги на ветер. Допустим, в той же Поднебесной за последние полгода продажи смартфонов по разным данным упали на 30 с лишним процентов. Это космос. И дабы помочь вам сделать непростой выбор, я сегодня представлю вам 10 топ смартфонов, на которые имеет смысл обратить внимание при поиске кандидата на покупку именно сегодня. Пока ставка рефинансирования не понизилась, пока курс стабилен и пока через киви все еще можно покупать. Я ежедневно покупаю на киви, если у вас что-то не получается, попросите человека, который умеет пользоваться инструкцией. Зайдите на мой телеграм-канал, включите ему видеоинструкцию и пусть он сделает это за вас. Все работает. У каждого из этих смартфонов, о которых я буду рассказывать, есть свои плюсы и минусы. Я расскажу вам о всех выявленных мной недостатках, чтобы ваш выбор максимально оправдал ожидания. На каждой из смартфонов из данного топа есть отдельный полноценный обзор с примерами фото и видеосъемки, и почти на все из них были прожарки еще на моем канале для стримов, дабы вы понимали, что со смартфоном будет, допустим, в жару, либо в играх. И разумеется, во всех обзорах есть много примеров видеосъемки в самых плохих условиях и фотосъемки. Перейдем же к просмотру. На десятом месте моего топа расположен Asus ROG Phone 5 Pro. Да-да-да, это тот смарт, который я разбил сразу, как только купил в ту же ночь, в первую, когда тестировал, выпал он у меня из рук. Но треснуло только стекло, хотя чехол даже не поцарапался. Но это лирика. Плюсами данного смартфона являются его феноменальные характеристики, включающие целых 16 гигабайт оперативки, которых хватит на лет 5-6 еще. Типа LPDDR5, к слову. 512 гигабайт внутренней памяти, типа UFS 3.1. Максимально подготовленный для игр аппарат. Возможность снимать видео в 8К, пусть и не супер качество. Отличную комплектацию по меркам 2022 года, просто великолепную. Но при этом всем вы, конечно, понимаете, что такой аппарат не может стоить дешево. Комплектация включает в себя шикарную коробку в виде гексагона или шестиугольника, которую не стыдно будет подарить. Кулер для охлаждения смартфона во время игровых баталий, которые на секундочку отдельно у них стоят больше сотни долларов. Сам смартфон, зарядку на 65 Вт, кабель зарядки USB Type-C на Type-C в тряпичной оплетке, запасные кнопки для смартфона, чехол много, наклейка, документацию. Смартфон весен 243 грамма, что довольно много. На выбор есть две расцветки, черная и белая. Рамка смартфона алюминиевая, тыльная крышка, изготовленная из стекла Corning Gorilla Glass 3 версии. Сам же экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для питания типа USB Type-C версии 3.1, наконец-то, правда? Потому что все флагманы, что будут далее, будут иметь USB Type-C версии 2.0. И это значит, что если вы хотите быстро видео скидывать куда-то, то только через облако, а не через кабель. Вазусе же можно напрямую через кабель. И на дне смартфона есть еще один разъем USB Type-C версии 2.0. У смартфона есть 4 микрофона, стереодинамики, разъем для подключения наушников, аудиотракт смартфона, представлен выделенным ЦАПом класса Hi-Fi. На тыльной крышке расположен маленький дисплей RockVision, который можно настраивать под себя. Сам охладитель с задачей охлаждения справляется весьма хорошо. Вот такой вот кулер у нас. В систему управления Air Trigger 5 входят две дополнительные настраиваемые кнопки на охладителе, а также управление движениями смарта. Две сенсорных области на тыльной части смартфона и два ультразвуковых датчика на правом торце девайса. Экран производства Samsung имеет разрешение 2448 на 1008 пикселей. В перспективе далее в топе будут и покруче экраны, но этот игровой. Размер на 6,78 дюйма и тип, естественно, AMOLED. Экран без закруглений, никаких водопадов, за что отдельное спасибо производителю. Плотность пикселей 396 ppi, частота обновления экрана 144 Гц, наш любимый игровой. Тач, правда, всего на 300 Гц. С другой стороны, это за глаза и за уши, учитывая, что игры, которые поддерживают тач выше трех сотен, на пальцах пересчитать, притом одной руки. Есть поддержка DC-димминга, но только на частоте обновления 60 Гц. Шим минимальный, даже без активации DC-димминга. Автояркость работает хорошо, Always On Display полноценный. Мультитач на 10 касаний на борту, больше об этом упоминать не буду, так как бюджетных смартфонов в этом топе в принципе нет. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, также поддерживается разблокировка по лицу, ввести данные второго лица нельзя. Вот несколько отпечатков пальца, одного и того же можно. Рамки у экрана не маленькие, но симметричные, что хорошо. Процессор здесь Snap 3 восьмерки, графический процессор Adreno 660, интерфейс ROG UI на базе Android 11, возможно уже на 12. Есть поддержка сетей 5G поколения, Wi-Fi 6E для 4G, 7 и 20 разумеется на борту, так что можно брать куда угодно, хоть в регионы. Есть запись разговора прямо в оболочке, причем без уведомления о собеседниках. Датчик приближения работает без нареканий, вибро топовое, настраиваемое. Bluetooth версии 5.2, NFC на борту, уже бесполезный Google Pay есть, но всегда же можно попробовать использовать MirPay. Устанавливаете АПК-шку, даже если ее из плей-маркета удалят, и будете расплачиваться смартфоном, как и раньше. По навигации есть поддержка GPS, GLONASS, GNSS, Galileo, Beidou, QZSS и Naviq. В целом, если даже GPS отвалится, у вас еще уго-го сколько останется, чем именно пользоваться. Точность GPS стандартная для города и для процессора 3 метра. Аккумулятор установлен большой на 6000 мАч с поддержкой Quick Charge версии 5.0 и Power Delivery версии 3.0. PCMark показал автономную работу в 11 часов 57 минут на максимальной яркости при 144 Гц. Полностью аккумулятор зарядился за 47 минут от родной зарядки. В тестах смарт вел себя максимально стабильно, троттлинга практически не было. Блок камер на задней крышке включает в себя 3 модуля на 64 Мп от Sony. Сверх ширик на 13 Мп, макро модуль на 5 Мп, а также лет вспышку. Максимально основной модуль может снимать 8к при 30 фпс. Есть замедленная съемка до 240 фпс при 1080p. Стабилизацию видеоэлектронная. Фронталка на 24 Мп может снимать максимум в 1080p и 60 фпс. Еще раз напоминаю, что все входы и выходы на смартфоны я записываю в самих обзорах именно на эти смарты с их микрофонами. То есть, если хотите посмотреть максимально информативное видео по поводу того, как смартфон может снимать, не забывайте заходить и смотреть в описании к данному ролику ролики на эти смартфоны. Плюс можете комментарии сразу пользователей этих смартов прочитать. Потому что, как всегда, в основном люди смотрят те, кто уже приобрели данный девайс. Либо планируют. Вот у них много чего интересного можно узнать. Недостатки, как по мне, в этом смартфоне следующие. Нет поддержки карт памяти, нет защиты от влаги, нет беспроводной зарядки, нет оптической стабилизации видео. Но это же смартфон про игры, а не про видео, не так ли? Яркости экрана чуть-чуть не хватает. Хотелось бы обновления до андроида 12-го. Ну и цена, она совсем не маленькая за эти спеки. И ее можете посмотреть по ссылке, опять же, в описании к видео. Но помню, что сегодня я делаю обзор, когда курс 6377. И когда я об этом говорю, я понимаю, что я в рублевом эквиваленте этот смарт покупал ровно в два раза дороже, чем сейчас его купить через киви. Притом я его продал человеку, который купил его вторым. То есть у него у супруги такой смартфон, и теперь он себе приобрел. И играют они вместе. Не буду говорить в какую игру, но для меня это явилось откровением, что люди реально эти смартфоны покупают просто, чтобы играть в одну игру. Потому что он максимально под нее оптимизирован. Я думаю, вы знаете про что я. ИК порта здесь нет, а иногда он кому-то бывает необходим. Но в целом, как игровой смарт, шик, блеск, красота. Меня Asus нереально порадовал. Я рад, что я его купил. Возможно, следующую их версию тоже приобрету. На 9-ое место своего топа я поставил Redmi K50 Pro. К слову, все еще у меня на руках. Он мне понравился. На него вроде бы какая-то глобальная прошивка есть, но пока я не заморачивался. К плюсам же данного смартфона я отнесу хорошую съемку видео, прям отличную. Экран с поддержкой 120 Гц, 2К экран, быструю зарядку на 120 Вт. Комплект же стандартный для Redmi. Это смарт, силиконовый чехол. Простенький, но топовые производители даже зарядное устройство не кладут в комплектацию. Вспоминаем Самсунга, правда? И машем им. ИК-порт в наличии. Весит смартфон 203 грамма. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Зарядка довольно габаритных размеров. Защитная пленка, наклеенная на экран, что не может не радовать. Да-да-да, есть определенная группа брендов, которые просто без защитной пленки продают девайсы. Это Pixel 6 Pro, для примеру, которая о воздух царапается. Либо тот же Самсунг, который продает флагманы без защитных пленок. И ты потом бежишь, чтобы ее купить. Иначе у тебя смарт за 150 тысяч поцарапается за 5 секунд. В продаже есть целых 4 цвета, что не может не радовать. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Рамка выполнена из алюминия. Динамики стерео, есть поддержка Dolby Atmos. OLED-дисплей от компании Самсунг имеет размер 6,67 дюйма и разрешение 3200 на 1440 пикселей. И плотность пикселей в 526 PPI. И сертификацию Display Mate A+. Охват широкой цветовой гаммы DCI-P3. Пиковая яркость 1200 нит позволяет без проблем рассмотреть картинку на ярком солнце. Напоминаю, что у супертоп-флагманов уже 1700. Скоро они нам будут глаза уже выжигать. Частота обновления экрана до 120 Гц. Есть автовыбор герцовки. DC-димминг на борту, что хорошо. Шим с включенным DC-диммингом небольшой. Автояркость работает отлично. Always-on-дисплей полноценный, что не всегда бывает у Xiaomi. Разблокировка по сканеру отпечатков пальцев и по лицу работает хорошо. Зарегистрировать можно до двух лиц и несколько отпечатков пальцев, что удобно будет очень многим. Процессор в этом смартфоне установлен Mediatek Dimensity 9000. Прошлогодний. Графика установлена в Mali-G710 MC10. Оболочка MIUI 13 на базе Android 12, что не может не радовать. Оперативная память на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 или 512 ГБ. Wi-Fi поддерживается 6-й версии. Есть также Bluetooth версии 5.3. Последний на сегодня есть поддержка 5G сетей, что нас не волнует. Пока что в 4G есть поддержка 7-го бенда. Прошивки есть возможность записи разговоров без уведомления собеседника, что хорошо для многих. Vibro отличная, к тому же настраиваемая. Bluetooth последний версии 5.3. NFC-модуль в наличии. Мирпэ установите, будете платить. Навигация с поддержкой GPS от GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS. Точность позиционирования в городе 1 метр. Это характерно для платформы Mediatek. Лучшая точность. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. Показал в PC-марке время работы 5 часов 58 минут. Что не супер много, но заряжается полностью на отродной зарядке всего за 20 минут. По камерам дела обстоят следующим образом. Основной блок камер состоит из трех камер и лет вспышки. Основной модуль от Sony на 108 мегапикселей, также есть сверхширик на 8 мегапикселей и макро-модуль на 2 мегапикселя. Видео смартфон пишет максимум в 4К 30 фпс, оптическая стабилизация у основного модуля есть. Фронталка имеет разрешение в 20 мегапикселей, видео снимает максимум в 1080p 30 фпс. Качество съемки на основной модуль отличное, но фронталка меня не особо обрадовала. Минусы нет направленного микрофона для адекватной съемки видео со смартфона, точнее звука. Нет миниджека, нет поддержки карт памяти, нет поддержки русского языка в китайских версиях смартфона, но есть уже в продаже смарты с глобальной прошивкой и поддержкой русского языка. В принципе на Xiaomi всегда накатывается без проблем, не умеете, приносите кому-то из знакомых, он вам за денежку накатит. Разъем USB Type-C версии 2.0, что не радует. Защиты от влаги, разумеется, официальной нет. С другой стороны у Xiaomi и у флагманов ее нет. Беспроводной зарядки нет, стоимость вполне адекватна за такие деньги. Я считаю, что это один из самых дешевых аппаратов в этом топе, но в целом те, кто не бесит MIUI, меня она не особо радует, однозначно телефон будет просто улыбать, но это как минимум, потому что он хорош. Я тестировал китайскую версию, в котором только китайский и английский язык, кроме английского, по большому счету мне ничего и не нужно. И напоминаю, что если вам тяжело воспринимать такой объем информации, вы просто делаете x2 в скорости видео и смотрите. На восьмое место своего топа я поставил Xiaomi 12. Этот Xiaomi 12, к слову, вчера в телеграм-канале был 36 тысяч рублей. За эти деньги более чем адекватный смартфон. Несколько раз я буду спойлерить цены в рублевом эквиваленте. Но помним, что это сегодня, это через киви. Возможно, вы уже смотрите, когда курс совсем другой. И цена, соответственно, на него другая. Плюсов у данного смартфона по мне довольно много. Компактный смарт с мощным процессором. Отличная внешность, как и всегда у Xiaomi. Отличная комплектация, включающая не только смартфон с кабелем зарядки, но и блок питания на 67 ватт. Силиконовые чехолы и все это в этом флагманском смартфоне компании в комплекте. На экране наклеена защитная пленка, за что отдельный плюс. Компактные размеры, весят всего 182 грамма, что хорошо. Три цвета на выбор, черный, голубой и розовый. Рамки алюминиевые. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, что хорошо. Стереодинамики с отличным звуком вас точно порадуют. Есть и К-порт для управления домашними устройствами, плюс в карму Xiaomi. Дисплей размером 6,28 дюйма, разрешением 2400 на 1080 точек. И плотность пикселей 419 ppi. Пиковая яркость 1100 нит позволяет не всматриваться в экран на ярком солнце. Частота обновления экрана 120 герц. Есть также автоматическое управление частотой. Always-on-дисплей полноценный. Разблокировка есть по сканеру отпечатков пальцев в экране и по распознаванию лица. Причем можно добавить данные двух лет, что редкость. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. То есть последненький. Скоро будет, правда, еще новее, но вот пока так. Графический процессор Adreno 730. Оболочка MIUI 13 на базе Android 12. Оперативка LPDDR5 на выбор 8 или 12 гигабайт. Встроенная память на выбор 128 или 256 гигабайт. И тип последний UFS 3.1. Также смартфон поддерживает Wi-Fi 6 версии 5G. Нам не нужны в ближайшей перспективе, если вы не в центре Москвы или Петербурга. Bluetooth версии 5.2. Последний. Почти есть уже 5.3 NFC модуль на борту. Опять же, вспоминаем про Mirpay. И расплачиваться смартфоном, разумеется, можно. В отличие от яблока. Да, как многие мне пишут, дайте тогда яблочный девайс. Ввиду того, что в Apple уже не скачать в App Store, ни Mirpay, ни Сбербанк Онлайн. Отдают умельцам и им устанавливают. Но помним, что это все грозит. Чем? Правильно. Потери данных. Есть поддержка целой кучи навигационных систем. GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS и NAVIC. Вибромощная, но ненастраиваемая. Есть поддержка бэнда 7, 20 бэнда нет. Точное позиционирование в городских условиях 3 метра, что неплохо, но не максимально точно. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и в PCMark показал длительность работы в 6 часов 56 минут, что неплохо. Родной зарядкой смартфон заряжается полностью за 41 минуту, что тоже хорошо. Есть поддержка беспроводной реверсивной зарядки. Основной блок камер состоит из трех модулей и одной лет вспышки. Основная камера на 50 мегапикселей, телефото на 5 и ультраширик на 13 мегапикселей. Видеосмартфон умеет записывать максимум 8К от 24 фпс. Оптическая стабилизация на борту, фронтальный модуль на 32 мегапикселей расположен по центру экрана. Мне такое расположение не нравится. Но есть люди, которым все равно и наоборот люди, которым по центру самое то. Мне бы слева-справа от экрана. Данный модуль может снимать видео максимум в 1080p 60 фпс. Минусом, по моему мнению, является экран-водопад. Частичный, понятно, не полностью. Так как не наклеить защитное стекло, без проблем не получится, не поиграть с комфортом у большинства людей тоже не получится. Опять же, это мое мнение. Вы можете его не разделять. Нет поддержки карт памяти. Жаль, нет миниджека. Опять же, вспоминаем про игры. Я понимаю, что многие напишут, что играете на компьютерах. Но люди играют на смартфонах. И те, кто играют как профи в стрелялке, либо в проводах надо, либо без ушей. Потому что беспроводные наушники профам минимальную задержку не дадут. Но это, опять же, мой опыт. Хотя всем нам будет казаться, что задержки нет. Самый главный фейл кроется в запотевании основной камеры. Опять же, это только в первой партии. В Китае все блоги раскупили, в том числе и я в Xiaomi смартфоны. Та, что была вторая партия, и что продается сейчас, и в глобалке. И в китайских версиях такой проблемы нет. Разъем питания версии 2.0 как-то не подходит к описанию флагманского смартфона, с одной стороны. С другой стороны, почти у всех так. Нет влагозащиты, что тоже не радует. И официально, разумеется. Так какая-то, но есть. Миниджека не завезли. Есть DC-диминг, но он работает только при 60-герцовом экране, что прям недостаток конкретный. Включение DC-диминга не особо уменьшает шим. Что странно, смарт дико троттлит и сбрасывает мощность почти в половину. Притом он довольно прилично греется. Но это проблема не смартфона, а скорее процессора. Переходим к седьмому месту. На седьмое место я поставил Realme GT2. К плюсам данного смартфона я отнесу производительность, стабильность и совсем не космический ценник за топовую производительность для снэпа трех восьмерок. DC-диминг, отличная автономность в PC-марке и стабильная оболочка. Комплект стандартный для Realme и просто непозволительная роскошь для А-брендов. Смартфон с наклеенной защитной пленкой, чехол, кабель USB-A Type-C, зарядное устройство типа Dark Charge на 65 Вт, чехол неплохого качества и документация. Ключ для извлечения сим-карт, разумеется, есть во всех смартах, поэтому даже упоминать его смысла в обзорах в топах я не вижу. Размеры у смартфона традиционно не маленькие, весит он 203 грамма. В продаже есть четыре варианта расцветки, что хорошо, всегда хорошо, когда есть выбор. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5-й версии, достаточно старая версия, но бюджет нужно удерживать в рамках приличия. Звук у смартфона стерео, роль второго динамика выполняет слуховой, так что стерео здесь псевдо-урезанное, будем считать, но номинально оно есть. Экран у смартфона размером 6,62 дюйма изготовлен по технологии AMOLED с разрешением 2400 на 1080 пикселей, имеет плотность пикселей 398 ppi, что неплохо. Пиковая яркость 1300 нит позволит вам спокойнейшим образом пользоваться смартфоном летом на ярком солнце. Частота обновления экрана на выбор 60, 120 или автогерцовка. 10-димминг можно активировать даже при 120 герцах экрана, что отлично. Шим есть, но не совсем критичный, в отличие от других смартфонов тех же Самсунгов, OnePlus'ов или других производителей, кто о шиме не беспокоится. Always-on-дисплей полноценный, с этим проблем нет никаких. Разблокировка доступна по лицу и с помощью сканера отпечатков пальцев все стабильно работает и быстро работает. Процессор Snapdragon 3 восьмерки и графический процессор Adreno 660 позволяют играть практически в любую современную игру без проблем. Хотя в тестах прот тротлет, но не критичная. Оболочка Realme UI на базе Android 11, самые свежие версии. Оперативка LPDDR5 на выбор 8 или 12 гигабайт, встроенная память UFS 3.1 и на выбор есть 128 или 256 гигабайт. Смартфон может работать с Wi-Fi 6 версии 6E, есть поддержка ненужных пока многим сетей 5G. В 4G сетях есть поддержка только 7-го бенда, 20-го нет. Есть опция записи звонка собеседника, не уведомляя его об этом. Многие обрадовались в этот момент, правда? Кому-то может пригодиться она. Вибрация нетопорная, настраиваемая. Bluetooth модуль почти последние 5.2, NFC на борту и работает опять же без проблем, платить им можно. GPS модуль двухдиапазонный, поддерживает 5 различных видов спутниковых систем. Точность на холодную 3 метра показал он в городских условиях, что стандартно для снэпов. Аккумулятор емкостью 5000 мАч показал в PC марке время работы 9 часов 27 минут на 100% яркости и при 120 Гц. Полностью заряжается смартфон от родной зарядки за 50 минут. Не самый быстрый результат, особенно для Realme, у которых есть уже Realme GT Neo 3 со 150-ваттной зарядкой. Понимаете, о чем я, правда? Обзор, к слову, на него тоже есть на канале. Так что посмотрите, кому интересен смартфон за 20 тысяч рублей с довольно космическими характеристиками. Но это чуть-чуть другая история, потому что здесь у меня только топы. А Neo 3 все-таки топ просто за свои деньги. Камеры у данного аппарата такие. Основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, также сверхширик на 8, макромодуль на 2. Видео смартфон пишет максимум в 4К 60 фпс, качество съемки достойное. Фронталка на 16 мегапиксель расположена в углу экрана, как я люблю, и может снимать видео максимум в 1080p 30 фпс. Традиционно Realme забывают о качестве фронталок, я бы сказал так. Качество фото и видео достойно, а вот записью звука на видео в моем экземпляре были какие-то проблемы, не особо он хорошо пишет. Полную версию обзора, опять же, можете посмотреть по ссылке с большим количеством примеров видео. Вы и так видите, что топ какой-то длинный получается, поэтому никаких примеров я сюда запихивать не буду. Минусы, к сожалению, есть. Рамка смартфона пластиковая, нет миниджека, нет АК-порта, версия USB-C в версии 2.0, печалька, но кто-то не перекидывает файлы через кабель. Я перекидываю. Защита от влаги официально не завезли, что неудивительно. Нет беспроводной зарядки, звучание стерео, урезанное. Фронталка не умеет снимать в 4К, что грустно. Но ценник просто суперцвет, блеск, красота. Смотрим по ссылке и обязательно считаем все через киви. Можно через киви покупать. Не забываем, к слову, подписываться на канал с колоколом и писать в комментариях, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. К слову, в телеге скидок есть еще эксклюзивные обзоры, допустим, на Vivo V70 Pro+. На YouTube я его не выкладывал, так что подписываемся. На шестом месте моего топа находится Samsung S22. И только потому, что я его урвал за 46 тысяч вместе с наушниками. Камера, которая может снимать в 8К и 24 фпс, причем снимает очень хорошо. Фронтальная камера умеет снимать в 4К и 60 фпс. Неплохая автономность, которую вы можете получить. Защита от влаги стандарта IP68. Комфортные габариты. В комплект входит только смартфон и кабель зарядки USB Type-C на Type-C. Вот так все, что хочет нам сказать Samsung. Весит смартфон всего 166 граммов. Поддерживается беспроводная и реверсивная зарядка. Пусть и не супербыстрая. Четыре цвета на выбор. Что хорошо, экран закрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus Plus. Разъем для питания USB Type-C версии 3.2. Спасибо им за это. Есть поддержка USB OTG. Два динамика дают хорошее стереозвучание. Слот для сим-карты прорезинен. Дисплей размером 6,1 дюйма. Имеет AMOLED матрицу с разрешением 1080 на 2340 точек. Плотность пикселей 425 ppi. Есть поддержка HDR10+. Пиковая яркость скромная в 1300 нит. Но вполне достаточная. Экран имеет адаптивную частоту экрана до 120 Гц, либо стандартную 60 Гц. Always-on Display полноценный, что хорошо. Разблокировка смарта доступна с помощью сканера отпечатков пальцев в экране, который работает хорошо также по лицу. Внести данные от второго лица нельзя. Процессор Exynos 2200 показывает себя в играх не лучшим образом, в принципе, как все еноты. Exynos большинство называют енотами, к слову. Самсы лучше, конечно, на снэпе. Но в Россию продают, разумеется, только на Exynos. Графический процессор X Clips 920, оболочка One UI версии точка 4.1. На базе Android 12-го, самые свежие версии на сегодня. К слову, у меня был топ-10 смартфонов Samsung. В нем я очередной раз напомнил, что Samsung официально от нас ушел. Но он ушел стандартно, как и все проблемы с логистикой. Мы, конечно, вам продаем старье. Новое мы не везем. Мы, конечно же, не ушли. Но вот ешьте то, что мы даем. То есть для меня, как для покупателя, на пальцах это прямым текстом. Мы здесь больше не работаем. У серовозов все есть. Я все покупаю. Но официалы не привозят. Вывод один. Просто, допустим, даже я знаю, что откуда угодно можно что угодно привезти. Единственная стоимость контейнера подорожала в 10 раз. Но, друзья, это телефоны. Набейте его контейнер телефонов и привезите. Они это делать не хотят. Думаю, вы понимаете, почему. К слову, если хотите посмотреть топ-10 смартфонов OnePlus, либо Samsung, по ссылке в правом верхнем углу, посмотрите. Я их все покупал, рассказывал и потом делал так же топа. Что дальше? Оперативка здесь типа LPDDR5. Оболочка One UI версии 4.1 на базе Android. Доступна только 8 гигабайт. Внутренняя память типа UFS 3.1. И на выбор ее может быть 128 или 256. Есть поддержка двухдиапазонового Wi-Fi. Bluetooth версии 5.2. Вибромотор отличный. Настраиваемый NFC модуль. Есть Samsung Pay работает с картами мир без проблем. Про Google Pay в сегодняшних реалиях говорить не имеет смысла. Во всяком случае в России, как по мне. GPS модуль имеет точность 3 метра в городских условиях, что стандартно. Емкость аккумулятора всего 3700 мАч, что маловато. Письмарк выдал всего 6 часов при тестировании на максимальной яркости и 120 Гц экрана. Если же проводить тест на 60 Гц и 50% яркости, то получается время работы 10 часов 48 минут, что гораздо лучше. От адаптера питания на 34 Вт от Samsung смартфон заряжается полностью за 1 час 7 минут, что не супер быстро по меркам 2022 года и китайских аппаратов из этого топа. Основной блок камер состоит из трех модулей лет вспышки. Основной модуль это ширик на 50 Мп, также есть ультраширик на 12 Мп и телефото модуль на 10 Мп. Оптическая и цифровая стабилизация на борту. Фронталка на 10 Мп находится по центру экрана в небольшом вырезе. Минусы. Без них не обходится ни один мой обзор. Ведь вы же смотрите их, чтобы узнать мое мнение и сформировать свое реалистичнее. Потому что в ваших реалиях смартфоны будут иметь свои минусы. Здесь минус это автономность, хотя это намного лучше, чем S21. Процессор. Его однозначно нужно брать на Qualcomm процессоре, а не на еноте. Оптимизация в играх под этот проц плохая. Комплектация бедная традиционно для Samsung. Даже заводской пленки на экране нет, в отличие от Samsung S21, у которого она была наклеена производителем и довольно неплохая. Нет ик-порта, нет миниджека, нет диссидиминга, шим довольно большой, геншин импакт не тянет, как другие смарты из моего топа. Записи звонков в стоке нет. Ценник традиционно для Samsung высокий, если вы можете урвать этот смартфон по акции, вы останетесь однозначно довольны. И в целом он на шестом месте, только по той причине, что в Южной Корее цены на них ровно в два раза ниже, чем мы видим в долларом эквиваленте в Российской Федерации. Вдруг вы найдете, как оттуда привезти, я не нашел. Все мои подписчики только рассказывали о том, что они могут, но не смогли в течение нескольких месяцев организовать доставку оттуда. Вдруг вы сможете. И еще раз повторяю, если он у вас на руках, я вам завидую, телефон абсолютно адекватный, отличный. S21 я проходил год, с этим бы я также проходил, не знаю, наверное, года два свободно. На пятом месте своего топа я поставил Realme GT 2 Pro. К плюсам данного смартфона я отнесу работающий модуль макрокамеры, хороший. Основной модуль может снимать видео в 8К 30 фпс, что круто. Самое свежее железо, идеально вылизанная оболочка, пользоваться которой одно удовольствие. Плюс в глобалке он уже продается. Да, у него а-ля фобка хуже, чем у OnePlus 9R. Но опять же, если вы будете пленку с экрана сдирать. Я знаю очень мало людей, которые могут себе позволить без пленки или стекла носить смартфоны. Я, допустим, на iPhone 13 Pro Max уже клею стекло, потому что потерять несколько десятков тысяч рублей за одно падение, это очень печально. Комплект просто царский по сравнению с Samsung или яблоком. Смартфон, защитная пленка, чехол приличного качества, зарядка на 65 ватт, кабель USB Type-C USB-A, ключ для извлечения сим-карт и бумажное руководство. Лоток для сим-карт прорезинен, смартфон имеет довольно стандартные габариты и вес 195 граммов. Вдерживаем уме, что не следует терять комплектный кабель, так как у Realme своя система зарядки. Подобрать кабель, поддерживающий фирменную зарядку системы SuperDart Charge на том же Алиэкспрессе, будет непросто. И не факт, что вам еще и оригинал пришлют. Четыре цвета на выбор, что хорошо. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, имеет размер в 6,7 дюйма, типа LTPO2 AMOLED. Разрешение экрана крутое, 1440 на 3216 точек. Плотность пикселей космическая, 525 ppi. Вообще экран крутой и поддерживает максимальное количество современных технологий. Пиковая яркость экрана, почти супер-мега-блеск, 1400 нит позволит пользоваться смартом на ярком солнце, реально без проблем и без выжигания ваших глаз. Частота обновления экрана 120 Гц, также есть 60 Гц и автогерцовка. Тач в смарте на нереальные 1000 Гц, но опять же, это все только циферки, тесты чуть-чуть другое показывает. Но работает он в автоматическом режиме и в целом я им более чем доволен. Десятиминг в наличии, но доступен только в режиме разработчика. Always on Display есть и полноценный. Процессор, разумеется, Snapdragon 8 Gen 1. Видео Adreno 730. Динамики у смарта выдают стереозвук довольно неплохого качества. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев в экране, который работает не очень хорошо на данный момент, а также распознавание лица, которое срабатывает без проблем и быстро. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе андроида 12. Оперативка LPDDR5. На выбор доступно 8 или 12 ГБ. Встроенная память UFS 3.1. И на выбор есть 128, 256 или 512 ГБ. Есть поддержка Wi-Fi, 5G сетей, которые нам не нужны в ближайшем будущем. Бенды 7 и 20 на борту для 4G сетей. И это не может не радовать. В стоке есть запись разговоров без уведомления собеседника. Вибро-настраиваемая, не топорная, но и не супер-мега топовая. Блютуз версии 5.2. NFC-модуль на борту. Мирпэй встает. GPS-модуль с поддержкой 7 систем навигации тоже никуда не делся. Точность в городских условиях 3 метра. Стандартный для Qualcomm. Аккумулятор емкостью 5000 мАч. PC-марки выдал 7 часов работы на максимальной яркости экрана и в 120 Гц. И 13 часов при автогерцовке экрана и той же максимальной яркости. Родным зарядным устройством смартфон заряжается полностью за 34 минуты. Это не самое быстрое время зарядки. Учись Samsung. Оптический сканер отпечатков пальцев может измерять частоту сердечных сокращений, что очень круто. Троттлинг тест-смарт выдержал с честью, диких просадок не было. Основной блок камер состоит из трех модулей и двух двойных лет вспышек. Основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширик на 50 мегапикселей и макромодуль на 3 мегапикселя с функцией 40-кратного увеличения. Видео основной модуль снимает максимум в 4к 24 фпс, фронталка на 32 мегапикселя снимает видео максимум в 1080p 30 фпс. Вот такой вот фейл. Минусов тоже хватает, к сожалению. Нет защиты от влаги, нет миниджека, нет икапорта. В китайской версии нет поддержки, разумеется, русского языка. Может она уже и появилась, потому что люди мне писали, что она есть. Глобальные версии смартфона очень многим с Алиэкспресса не посылают при покупке. Приходится долбить продавцов. И это, в принципе, основная причина, почему смартфон на пятом месте. Потому что, если вы захотите глобалку, проблем будет прям космос. Опять же, по отзывам лои на минимум моих подписчиков. Разъем USB Type-C версии 2.0, что плохо. Есть шимы немаленькие, беспроводной зарядки нет, что печально. Реверсивные зарядки тоже нет, нет поддержки карт памяти. Фронталка до сих пор не умеет снимать в 4К. Для кого-то это будет решающим фактором отказаться от покупки. Но так у большинства BB Киевских штуковин. И не забываем, все, что в топе, я считаю очень крутым. По нереально выгодным ценникам на данный момент. Пока курс не будет 80 за доллар, все это дело можно сметать, пока не готовы нам что-то посылать. И да, я тоже читаю новости по поводу нехватки смартфонов у того же Huawei, почему они начинают потихонечку закрывать свои магазины. Можете порыться в интернете и прочитать, как много месяцев они уже не продают нам телекоммуникационное оборудование, при этом делая вид, что нет, все в порядке. В общем, есть у меня вопросы к тому, каким образом китайский рынок реагирует на санкции. Но опять же, я не аналитик, а я техноблогер, который не собирается получать средства за политические взгляды, как очень многие сейчас, но это лирика. Не лирика, это то, что все смартфоны в данном топе являются крутыми, и вы должны это запомнить. Выбрать есть из чего. Если вы считаете, что какой-то другой смартфон достоин был бы быть в этом топе, напишите в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Допустим, те же Vivo, я бы туда запихал, но вы же понимаете, что потом их не продать. То есть вы покупаете в каком-то смысле кирпич. Вы покупаете смартфон, продать его потом не сможете, будете ходить несколько лет. Либо продадите с очень большой потерей средств. На четвертое место я поставил Vivo IQ 9 Pro. Это чуть-чуть другая история, это не тот Vivo смартфон, который идет Vivo. Понятно, что он называется он Vivo IQ 9 Pro, но это в первую очередь смарт для китайского рынка. По-китайски оптимизирован, и этот смартфон улетел у меня в тот же день, как я его выставил на Авито, потому что он реально крут, как внешне, так и по железу. К плюсам данного смартфона я отнесу безумную мощь, он набирает в Antutu более 1 миллиона баллов у меня. То есть, чтобы вы понимали, у большинства рекламщиков есть такая тема из разряда. Миллион баллов набирает, вот как я не получаю смартфон в руки, ничего не набирает. А этот набрал автоматом, без всяких морозилок, без всякого максимального количества оперативной памяти, не знаю, тысячи прогонов, удаление всего лишнего. Просто смартфон из коробки после обновления установки Antutu выдает миллион баллов. И это круто. Также этот смартфон имеет самую крутую стабилизацию при записи видео всех смартфонов, которые были у меня на канале. Смартфон делает бомбические фото, у него отличный экран и все еще выдающаяся внешность. Даже упаковка делает данный смарт отличным от всех в этом топе. Комплект хорош. Смарт с наклеенной защитной пленкой, чехол, стилизованный под внешку смартфон, блок питания на космический 120 ватт, кабель питания, размеры у смартфона довольно крупные, весит он 212 граммов, немало, прямо скажем. Экран имеет загнутые края, так называемый экран-водопад, пусть я их не люблю, но вот так. Два динамика дают стереозвук, но вторым динамиком выступает разговорный. Экран размером 6,68 дюйма, выполнен по технологии LTPO AMOLED с разрешением 1440 на 3200 точек. Плотность пикселей 518 ppi, просто космос, потому что эталоном я считаю 400 ppi, вы понимаете какой здесь запас? Вдруг у вас нечеловеческое зрение и вы видите разницу? Пиковая яркость 1500 нит, как по мне, слегка избыточна, но опять же, лучше больше, чем меньше. Меньше всегда можно поставить, опять же, 1500 нит, это в автояркость, если вы будете вручную ее ставить. 1500 вы не выкрутите. Экран поддерживает частоту обновлений 60 Гц, 120 или автообновления. DC-Dimming в наличии, но включить его можно только в режиме разработчика. Не все хотят ползти туда и включать данную опцию, а некоторым она реально может понадобиться, ведь шим здесь довольно приличный. Always on Display полноценный. Разблокировка экрана доступна с помощью отпечатков пальцев в дисплее и распознавания лица. Все работает довольно быстро. Последний процессор от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и графический процессор Adreno 730. Позволяет играть во все игрушки, даже в тяжелых Genshin Impact на максималках. Оболочка Origin OS Clean на базе Android 12 работает гладко. Оперативка LPDDR5 на выбор 8 или 12 ГБ, встроенная память UFS 3.1 и на выбор 256 или 512 ГБ, что хорошо. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, а также 5G сетей, вам не интересных. В 4G есть Band 7 и 20, так что если вы катаетесь между городами или живете в маленьком городе, однозначно 4G у вас будет. В оболочке есть возможность записывать звонки без уведомления собеседника. Вибро настраиваемые, нет опорная, я бы сказал даже топовая. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль тоже в наличии. Мирпэй можно установить, GPS модуль есть, несомненно. Поддерживается 5 видов спутниковых систем, точность стандартна. 3 метра в городских условиях, наш любимый Qualcomm. Аккумулятор 4700 мАч, показывает в писемарке время работы 9 часов 2 минуты на 120 Гц и максимальной яркости экрана. На автогерцовке при той же максимальной яркости телефон показал более 12 часов в писемарке. Вот это результат. От родной зарядки смарт полностью заряжается за 32 минуты. Есть беспроводная зарядка на космические 50 Вт, а также реверсивная зарядка на 10 Вт. Троттлинг тест смарт прошел не лучшим образом, опять же, к сожалению. И снова напоминаю, что на момент старта продаж, когда я его тестировал, сейчас, возможно, все и лучше. Но не намного. Основной блок камер состоит из трех модулей. Одной лет вспышки, основной модуль ширик на 50 Мп от Самсунга, затем ультра ширик на 50 Мп и портретник на 16. Есть также оптическая стабилизация, как и цифровая. Видео смартфон пишет максимум 8К 30 фпс. В 4К максимум снимают при 60 фпс и без ограничений по времени, вспоминаем OnePlus 9 Pro. Фронталка на 16 Мп и видео может снимать максимум в 1080p 30 фпс, что печально. Минусы, а они, разумеется, есть. Нет поддержки карт памяти, нет миниджека, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, что грустно. Вроде бы флагман, разрешение у фронталки отнесу тоже к минусам. Русский шрифт кривой, мне не зашел, нет защиты от влаги официальной. Учитывая, что цена на него стала более адекватна, вполне можно рассматривать к покупке, если вас интересует дизайн, качество и интересная эта оболочка. Железка супер-мега топовая, как по внешке, так же по юзер-экспириенсу. Не будет на него никогда глобалки, поэтому бежать и сломя голову покупать не стоит. Но вот мое мнение, как минимум четвертое место однозначно его. Неважно при каком курсе. Очень крутой смартфон по сумме факторов. Кройку лидеров открывает в моем топе OnePlus 10 Pro. Этим смартом я постоянно пользовался почти полгода перед тем, как продать. Это просто отличный претендент для покупки. Скорее всего, я еще раз его куплю в другом цвете просто. Он не перегревается люто, у него нет ограничений по длине. Снимаю видео, в отличие от 9 Pro, которое у меня также было и все еще, кстати, в наличии. Ценник на него с момента продаж упал в два раза. Обновление прошивки пофиксили. И в целом за 38 тысяч рублей лучшего смартфона лично я вам не назову. Опять же, это сегодня по курсу Kiwi. Комплект отличный, чехол положили отменного качества. Блок питания на 80 ватт и защитная пленка с хорошей олеофобкой. Уже наклеено. Размеры довольно большие, весит смартфон 202 грамма. Всего две расцветки, это маловато, как по мне, но что есть, то есть. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, что хорошо. Стандартный для OnePlus переключатель режимов звука никуда не делся, за что отдельное спасибо. Понятно, у кого они эту идею когда-то давным-давно забрали, но юзают ее не отлично. Хотя на 9 Pro где-то через год у меня он грязью все-таки забился и пришлось его сдергивать. Не сломался, но паника была. Разъем для питания имеет тип USB Type-C версии 3.1. Стереодинамики выдают хорошее звучание, не урезанное, как у Realmeet GT2. Дисплей смартфона AMOLED с поддержкой технологии LTPO2 на 6,7 дюйма. С разрешением 1440 на 3216 пикселей и частотой кадров до 120 Гц. Также можно установить частоту в 60 Гц и автогерцовку, разумеется. Плотность пикселей космические, очередные 525 ppi не даст вам шанс увидеть на экране отдельные пиксели вообще никак, если лупу брать не будете. Пиковая яркость 1300 нит, не космос, но вполне достаточно для всего. Полноценный Always On Display на борту, сканер отпечатков пальцев в экране и разблокировка по лицу никуда не делись, работают стабильно и четко. Процессор стандартен для этого топа, Snapdragon 8 Gen 1 и Video Adreno 730 позволяют, не задумываясь о запасе мощности, работать с этим смартом минимум года два. Оболочка ColorOS версии 12.1 на базе андроида, опять же это в китайской версии, ее можно перепрошить на оксин, на кислород и проблем никаких нет, вообще купите их глобалку. Есть тема с Global Rom, это когда продавец посылает вам сам, перепрошивая китайский смартфон на глобальную версию, в итоге получается значительно дешевле, единственная разница это в вилке, она у вас будет китайская и все. Оперативка на выбор 8 или 12 гигабайт типа LPDDR5, внутренней памяти на выбор доступна 128 или 256 гигабайт и тип самый свежий UFS 3.1. Смартфон понимает в сети Wi-Fi 6 версии и ненужный нам 5G. Запись разговоров в стоке без уведомления собеседника порадует владельца, вибромоторчик просто топ, он настраиваемый и очень приятный тактильно. Bluetooth версии 5.2, есть модуль NFC для оплаты, GPS модуль с поддержкой навигационных систем 4 разных видов, показывает точность 3 метра, стандартные. Аккумулятор емкости 5000 мАч, показывает PC марки время работы 7 часов 25 минут на 100% яркости и 120 Гц экрана, что немного. Полностью смартфон заряжается за 38 минут, в играх смарт греется, но яркость не понижает и тянет Genshin Impact на максимальных без фризов, пусть и не супер долго. Есть беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивный заряд для зарядки беспроводных наушников, для примера. В троттлинг-тесте смарт показал себя отлично, сильных просадок не было, хотя результаты далеки от идеальных. Основной блок камер состоит из трех модулей и вспышки. Основной модуль на 48 Мп, сверхширик на 50 Мп, телевик на 8 Мп. Поддержка оптической стабилизации на борту основного модуля у телевика. Телевик имеет оптический зум на 3,3х. Видео смартфон на основную камеру снимает максимум 8к 24 фпс. А вот в 4к он может снимать при 30-60 и, внимание, 120 фпс. Фронталка на 32 Мп имеет широкоугольный модуль, расположенный в левом верхнем углу экрана, за что отдельное спасибо. Минусы нет, защита от флаги. Как такое возможно во флагманском смарте? Я не понимаю, в 9 Pro была, я бросала его воду, в 10 Pro официальный ее нет. Постарались, может его дешевле сделать, потому что, опять же, сертификация стоит денег и потом гарантия, потому что будут умельцы, которые будут на 3 часа запихивать его в ванную и потом идти говорить, поменяйте, он утонул. Экран-водопад я недолюбливаю играть на таком не очень комфортно. Нет разъема под карту памяти, к сожалению, традиционно для флагманов, нет миниджека, нет АК-порта, нет 10 димминга, а вот шим есть, и это печально. Фронталка может снимать видео максимум в 1080p 30 фпс, отличие от предыдущей версии 9 Pro не такие грандиозные, это такая эволюция. После снижения стоимости с текущим курсом доллара, при возможности покупать по курсу Kiwi отмена границы в 200 евро, напоминаю, что она сейчас до 1 сентября, 1000 евро. То есть любой ноутбук, видеокарту мощную можете заказывать, никаких налогов вам платить не придется. Это однозначно мой фаворит на покупку, видео он снимает чуть ли не лучше айфона, по крайней мере баланс белого приближается к идеалу. Сравнение на канале тоже было море, когда, допустим, я Pixel 6 Pro сравнивал со всеми топами, в том числе с Huawei M по 50 Pro. В целом ван классы, учитывая ценовую политику сейчас, просто нереальные аппараты выгружают за нереальные деньги. На второе место своего топа я поставил Samsung Galaxy S22 Ultra. И почему он на таком высоком месте, спросите меня вы, а потому что это кладезь технологий от Samsung, одного из лидеров смартфона строения. В данном смарте корейцы уместили максимум из своих технологий, максимально крутой дисплей, стилус в корпусе смарта, возможно вам и мне он не нужен, но факт остается фактом, аналогов почти нет. С помощью этого стилуса можно не только рисовать на экране, а даже нажимать кнопку дистанционного спуска камеры, влагозащита типа IP68. Целых 7 вариантов расцветки на выбор. Отличный большой дисплей, динамик AMOLED дисплей с огромной плотностью пикселей в 500 ppi и пиковой яркостью максимальной для этого топа в 1750 нит. Дисплей защищен последней версией защитного стекла Corning Gorilla Glass Victus, вылизанная оболочка One UI 4.1 на базе Android 12 представляют пользователю кучу настроек и позволяют максимально кастомизировать смартфон под себя. Bluetooth модуль, NFC, Wi-Fi оперативка и встроенная память все поставлено последней версии, максимально свежее железо. Есть поддержка беспроводной реверсивной зарядки, камеры достойно снимают видео вплоть до 8К 24 фпс, а фронталка может снимать видео в 4К 60 фпс, что просто отлично, как по мне. Разъем питания имеет тип USB Type-C версии 3.2 Gen1 и перекидывать файлы большого объема одно удовольствие. Минусы и главный из них это цена в Российской Федерации, он стоит нереальных денег в Южной Корее 800 долларов. Если бы он также 800 долларов стоил у нас, наверное, топ был бы только из этого смартфона, потому что серьезно, в районе 50 тысяч купить такую штуку, но это очень круто, даже на Exynos. К минусам, разумеется, это Exynos 2200, если вы покупаете на Snap'е вообще никаких проблем нет. С троттлингом процессор справляется крайне плохо, беднейшая комплектация без ничего, быстрая только на бумаге зарядка, отсутствие поддержки карт памяти, миниджека, большой шим при отсутствии диссидиминга. Это нереально портит впечатление. Вроде бы аккумулятор на 5000 мАч, но в PC марке скромные 7 часов 33 минуты. И напоминаю всем, кто говорит, Саня, ты там не говоришь про юзер экспириенс, вы понимаете, что один день я езжу в центр с этим смартфоном, один день я сижу дома и делаю, допустим, топ несколько часов, один день я тестирую самокат. И все это разные сценарии использования для смарта. И когда ты тестируешь смарт, лучше делать это стандартно чем-то одним. Все я сравниваю через PC марк. И в целом эта программка, которая разгружает аппарат на 80% со 100% до 20, показывает плюс-минус реальный вариант использования. Понятно, не при игре в Genshin. В Genshin я отдельно их тестирую в играх и говорю вам, допустим, 25% за час, посмотрите любой обзор. А именно, если вы будете его, не выползая, юзать, смотреть фильмы, параллельно включен Wi-Fi, параллельный интернет, максимальная герцовка, максимальная яркость принудительная. Вот такие цифры он будет показывать. Разумеется, если вы включите еще помимо этого GPS, включите на максимальную громкость, подключите наушники, он будет разряжаться быстрее. В другом сценарии использования, если вы будете его просто с собой носить, его может и на полтора дня хватить, когда он семь с половиной часов в PC марке показывает. Так что вы знаете мою позицию, все остальное я могу вам рассказывать на стримах, либо в телеге взаимопомощи. Комплект поставки у Samsung никогда не выдерживает никакой критики. Я его покупал за 155 тысяч рублей, и я скажу вам, у меня была ломка, потому что я покупал этот смарт дороже, чем iPhone 13 Pro Max. И все равно в моем сознании, когда я выхожу из салона связи и теряю 20 тысяч рублей сходу, там 25, это в деле с Samsung. И выхожу из салона связи с iPhone, и теряю 10 тысяч рублей, которые стоят дешевле. Ну такое себе. Лидером же сегодняшнего топа я считаю Xiaomi 12 Pro. Его реально купить за 50 тысяч рублей, прям с копейками. 50 тысяч 200, по-моему, я недавно его постил. Никаких проблем с камерой сейчас нет, ничего не запотевает. Глобальные версии без проблем посылают море различных видов цвета. У глобальной версии смарта убрали один из косяков китайской версии в виде потеющего основного модуля. Допилили прошивку, традиционно для Xiaomi отличный комплект, включающий и защитную пленку, и чехол, и стандартный заряд, нестандартный, 120 ватт. Внимание, Samsung. За топовые характеристики Xiaomi-то просят соразмерную железу цену, как по мне. Габариты у смарта не суперогромные, вес 206 граммов, вполне терпимый. Три расцветки на выбор хватает для большинства. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, типа AMOLED с технологией адаптивной частоты обновления LTPO, разрешением 3200 на 1440. И плотность пикселей 522 ppi. Пиковая яркость 1500 нит будет достаточна для всех. Частота обновления экрана на выбор 60, 90, 120 герц или автогерцовка. Always on display в данном смартфоне полноценный, сканер отпечатков пальцев в экране работает быстро. По лицу смартфон также можно разблокировать. Кстати, можно внести данные двух лиц на разблокировку сразу, что хорошо. Стереодинамики работают отлично, они же от Harman Kardon. Проц последний, Snap 8 Gen 1, графика Adreno 730, к производительности вопросов никаких. Оболочка MIUI 13 на базе андроида 12-го, все свежайшее, последнее. Оперативка LPDDR5, 8 или 12 гигабайт на выбор. Встроенная память типа UFS 3.1, может быть лишь на 256 гигабайт, может быть есть версии больше, я пока не находил. Последняя версия Wi-Fi 6E, 5G-сети, бэнды 7 и 20 в 4G-сетях на борту. Bluetooth почти последний 5.2, есть возможность записывать разговоры, но собеседник при записи будет уведомлен. NFC B0 в наличии, GPS может работать с пятью видами спутниковых систем, что круто. Точность GPS в городе 3 метра, стандартная. Емкость аккумулятора 4600 мАч, в PC марке Smart показал 6 часов 38 минут работы при максимальной яркости и 120 Гц. Поразила скорость зарядки от родного адаптера питания, всего за 24 минуты смартфон зарядился полностью. Также есть беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная зарядка. Основной блок камер состоит из трех модулей и одной лет вспышки. Основной модуль это ширик на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Также есть сверхширик на 50 и телевик на 50. Видео камеры пишут максимум в 4К 60 фпс. Фронталка на 32 мегапикселя может снимать видео максимум 1080p 60 фпс. На данный момент это печально, я думаю, у фронталки ничего не поменяется. У основной камеры может уже появиться 8К. Потому что процессор позволяет и в целом я не удивлюсь, если с новыми прошивками в камерах всего топа будут какие-то изменения в лучшую сторону. Ночная съемка меня особо порадовала. Нет миниджека, нет поддержки карт памяти, нет защиты от влаги. Экран-водопад тоже отнесу к минусам. Шим есть, но не критичный. Троттлинг тест прошел, смартфон нехорошо. Разъем USB в версии 2.0 это плохо в топовом смарте компании. Но на мой взгляд, на данный момент именно он и является практически самым удачным приобретением. И если поймать его на распродаже, в моем телеграмме опять же периодически бывают промики, то вы получите действительно достойный смарт. Повторяю, что вот вчера я постил ссылку на него за 50 с лишним тысяч рублей. И да, я отношусь к смартфону с точки зрения того, что вы получите его в руки. Мне, допустим, не нравится MIUI. Ну и что? Но я понимаю, что Xiaomi улетают как горячие пирожки. У них количество проданных смартфонов, допустим, Redmi K50 Pro, миллион штук. Вы скажете, что это немного, но посмотрите сравнение. Это хайповый бренд. Он не оверпрайс. Вы понимаете, что S22 Ultra 150 тысяч и 50000 Mi 12 Pro. И то, и другое флагман. Ну что есть у S22 Ultra? Отлично. У них есть лучше фронталка, у них есть стилус, больше габариты. Но ужасный процессор. То есть, если вы не найдете его на Qualcomm, это просто плохо. Нереальные габариты, не всем они подойдут. И ценник в три раза выше, серьезно. Так что пользуйтесь пока Алиэкспресс работает. Пользуйтесь пока Киви работает. Если не будет работать, во всяком случае, где-то как-то будем покупать через перекупов. Авито всегда будет работать. Резюмирую. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи. 13 с половиной тысяч человек. Пользуйтесь там поиском. И если не найдете ответ на свой вопрос, разумеется, вам помогут. Там две таблицы есть с наушниками и с телефонами. Благодаря одному из моих администраторов, за что ему еще раз огромное спасибо. Сможете в онлайне спросить, у кого какие есть претензии к смартфонам. Потому что там пользователи всего 13 с половиной тысяч живых людей, которые любят гаджеты. И 51 тысяча подписчиков в телеграм-канале скидок. Я туда не постю супер много. Я постю только вот, что сегодня супер выгодно. Если Киви перестанет работать, я вам напишу. Если у вас не работает, а у меня работает, значит вы что-то делаете не так. Еще раз повторяюсь. На данный момент для меня топ такой. Если вам интересен топ подешевле смартфонов, напишите, пожалуйста, в комментариях. Обязательно сделаю. Не забываем поддерживать лайком и комментарием. Писать в комментариях, чтобы еще купить на обзор. Смартфонов 14 у меня уже на руках. Я думаю, июля-август мы проведем с этими смартами более чем весело. Потому что, опять же, покупая все равно каждый день что-то. Девайсам однозначно всем да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.